Игнатий Тихонович, вот есть люди, тоже из тех же, которые говорят, что вы сочувствуете ереси Нестория и говорите, что называете Богородицу Христородицей. Правильно ли они говорят? Это старобрядцы, старобрядцы, которые у нас ушли, увидели, что на фотографии Лавр, митрополит, зарубежная церковь, с Алексеем Вторым за ним столом стоят. Это они забунтовали. Ничего нет, мы не перешли еще. И вот это все стали они предъявлять где-то. Ничего нет. Люди, люди, людьми-то называть их нельзя, людей, которые клевещут. Он делается сосудом дьявола. Дьявол есть лжец, отец лжи, Евангелие Теана 8, 44. Дальше Иоанн говорит, всякая неправда есть грех. Где я ее называл? Меня голыми руками можно брать. У меня только на одном канале, во свете Библии называется, уже две тысячи, наверное, роликов. И книг только открытым оком. Каждая книга, 752 страницы, 33 тома. Да чего же меня не брать-то? И ничего они не нашли, нет. Я рассуждаю так, что Бога родить нельзя. Это мое мнение. И поэтому выражение должно быть какое-то другое. А как считаете? Я так и считаю. Я православный. И по-другому никогда. И вот утренние молитвы там где-то я считаю. Ну, это же можно проверить. Я вот скинусь, сегодня молились. И вот вот, вы возьмите, с утра, как начинаем молиться, и Володя считает псалтыри, дальше как идет. И вы выстояли, вот это ежедневная моя молитва. Богородица Дева радуется, достойно есть всякого истину. И отдельно 10 призываний Богородицы по четкам. Я отвечать-то кому буду-то? Сосуды дьявола лживые. Им зачем я буду отвечать? Но я говорю, что выражение-то неверное. Бога родить нельзя. Это все мусульмане, все наседают. Я буду... Как она может родить, когда Бог безначальный, а она начальная? А какое выражение? Я покоряюсь, как щадо православной церкви, но в душе знаю неправильно. А может, как и история, никогда и нигде, ни разу, ни в одном месте, ни в книгах, нигде этого слова у меня нет. Ну, это все на лжи. А на лжи, значит, там они и будут с тем, кто им дал эту ложь. Их другое не ждет. На мне многие споткнулись, определились, кто они. Их дорога слева. Вот стоит сказать, да, что мусульмане, и даже многие сектанты соблазняются. Они, когда видят слово Богородица, они предполагают, что православные верят в то, что Бога родила женщина, человек. Человек родил Бога, и Бог появился только в это время. И вот вы говорите о том, что тут надо дать разъяснение, получается. То есть надо пояснить. Такой термин применить. Богочеловек по-другому родила, Богочеловек. На кресте Бог не умирал. Божество бесстрастно, безначально, говорит Златоуст. Поэтому два перста, это Богочеловек. Три перста, Троица. Не Богочеловек не умирал, не Троица. Умирал человек, человечество. По человечеству я не знаю, когда кончина мира будет. Евангелие от Марка, Христос говорит, один отец знает. По божеству он знал. Поэтому он как человек, говорит, доминует меня, щаше сия. Как Бог, он отвечает, надо будет воля Твоя. Люди вообще не понимают этого. А как правильно пальцы слагать? Пять. Пять ран. Пять ран. Умер человек. И как католики делают? Они правильно. А у нас заключена сейчас ереси. Так и вы католик. Не католик, и так не молюсь. Я просто вижу, определенно, что пять ран. Хрест это страдание Христа. Страдание пять ран нанесло ему. Причем тут два или три. А как вы молитесь? Как я научен в детстве, так и молюсь. Все понятно. Спаси Христос. Так, Игнатий Тихонович. Они ждут, что сейчас я перед ними расстилаться буду. Ну давайте мощи. Зачем мне мощи? У нас одна сестра позвонила и говорит, у меня икона миротащительная начала. Я не знаю, что делать. Я говорю, отнесите в ближайший храм. Не ищите чудес. Иудеи требуют чудес. А Елены ищут мудрости. А мы? А мы проповедуем Христа распятого. Ну что любим, я. Поведаю. Инжен.